Ну, то, что там немножко меня покритиковали, я вместо того, чтобы как мудрый человек на это не обратить внимания, я это обострил, раскрутил, растиражировал и еще более обострил. Ну, и, в общем, крайне доволен. Считаем, что черный пиар превратился в самопиар. Вот, и я, в общем, получил таким образом такую бездну положительных отзывов, которые не было за всю мою жизнь. Вот я эти вебинары веду уже несколько лет, уже там семинары всякие, ну, которые в основном только по русловым процессам раньше читал. Вот, я их уже веду лет 10 в разном виде. Все там самоделка, все это просто вот были все эти русловые процессы, это было вот желание мое рассказать о том, что я хочу рассказать. А потом превратилось в вебинары, потом это меня просто стали те же самые слушатели, вот вы же спрашиваете, а что только русловые процессы, давайте что-нибудь еще. И от этого-то выливалось вот в речную гидравлику. А потом еще и в некоторые другие всякие разделщики. Вот так это постепенно развивалось. Ну, в общем, таких отзывов не было. Было там 1, 2, 3. Вот, но сейчас получилось столько, что я сначала хотел... На какие-то я отвечал, которые по почте присылали, на какие-то даже не успевал отвечать. Коллеги, спасибо большое. В общем, у меня нет слов, поэтому я и не знаю, что сказать. Вот, ну и вот эти всплеск положительных эмоций, он как-то у меня отразился немножко отрицательно. У меня даже был какой-то... Непонятно почему, было несколько упадническое настроение, и даже голова болела. Ну, не знаю, как это сказать. Ну, в общем, немножко... Потому что там же, кроме того, что положительное, в общем-то я и сам там нехорошо себя ввел, что там набрасывался на эту тетеньку тоже, вот, опытную. Ну, в общем, она сама пропала. То есть, в общем-то, я сделал этот опрос ВКонтакте, там сначала думал... Вообще, я ждал гораздо хуже. Я ждал гораздо хуже, я ждал эти минусы хорошие, минусы разные, потому что они эти минусы дают развиваться. И я помню очень хороший отрицательный отзыв от Романа, который тогда меня, ну, направил. Потому что, ну, я эволюционирую, и всегда кажется, что вот это там в какой-то точке нахожусь. То есть, я когда-то там, когда все было в 10 раз хуже, хотел сделать в полтора раза лучше. Вот сейчас тоже хочется сделать в полтора раза лучше. Если что-то там улучшится, то все равно будет хотеться сделать еще лучше, лучше и лучше. Ну, и так как это бесконечно, вот, поэтому понятно, что зерно отлично не будет, поэтому хорошо бы хоть как-то, ну, и, соответственно, поэтому нужны минусы. Ну, вот. И поэтому вот те отрицательные отзывы, которые были вот конструктивные, они были очень тогда полезные. Ну, ладно. Спасибо, коллеги, большое. По вебинару. По вебинару. Ну, Людмилу Рукину еще раз поздравляем официально, коллеги. Прямо, ну, я ощутил. Я думаю, и она ощутила. То есть, я ощутил, что она ощутила. И думаю, что сейчас она ощутила, что я ощутил, что это был прорыв. Это было, было вот, ну, из, ну, то есть, мне кажется, есть качественный переход. Коллеги, давайте поздравляем, коллеги. Мне кажется, есть, ощутила сама, что, и, коллеги, вот, не важно до какой высоты, хотя высота хорошая, важно вот тот переход. Потому что, естественно, может быть, я делаю очень нехорошо, что выделяю Людмилу. Я еще раз сегодня утром, ну, прошелся по домашним заданиям, и хочу... Тут, вот, понимаете, непонятно. Вот я не умею быть педагогом, ну, и никогда никак, и поэтому вот оно вот само родилось, вот эти вебинары. Ну, и, соответственно, раз это само родилось, само взаимоотношение наше, ну, и, соответственно, вот как-то. Я не знаю как, коллеги, я не читаю Каменского, вот, я не знаю педагогику, и поэтому не знаю, надо ли говорить перечень молодцов. Потому что все остальные скажут, мы не молодцы, да? Ну, все равно, вот, я выписал тех молодцов, которые, ну, будем считать, что это тоже победители нашего вебинара. Ну, так, серебряные призеры. Коллеги, серебряных призеров я выписал, а все остальные будут бронзовые. Вот, ну, тех... Вот, очень хорошие домашние задания, много и классно присылала Римма. Я потом скажу секрет, почему Людмила на первом месте. Очень много заданий, несколько раз, и качественно, и до конца присылал Денис. Потом, Роман присылал много заданий. Ксения, непонятно, зачем присылала, потому что Ксения у нас, вообще-то, уже давно это... Все это делает очень хорошо сама. Вот, и, кстати, даже сегодня Ксения прислала какой-то вопрос, и получила, вроде бы, ответ. Какой-то плохой мой ответ, но я так и написал, что я в этом не разбираюсь. Вот, Григорий прислал много... Молодец, молодец, Григорий. Регина, молодец, Регина. В общем, все, коллеги, вы финалисты, вы все серебряные призеры. И Антон. Так, и Арину я не сказал, да, я потому что иду по списку, но не по порядку. Ну, мне кажется, мне кажется, коллеги, я не знаю, как Арина чувствует, мне кажется, Арина тоже продвинулась. Вот, потому что она вначале, это, по-моему, Арина, да, написала письмо, что, типа, да, это, там, этот, платный вебинар. Ну, типа, подумаем. Вот, а потом она говорит, что это такое, что это за бесплатный такой странный вебинар. Что, вебинары бесплатные бывают? Поэтому, коллеги, у меня вот Денис, Регина, Роман, Рима, Арина, Григорий, Антон и Ксения тоже объявляются торжественно победителями, потому что работали. Вот и все. Все остальные, получается, слушали. Вот, ну и боюсь... Ура! Да. Поздравляем всех остальных победителей. То есть, всего у нас, получается, 9 человек. Коллеги, ну, это вот мой произвол. Мой произвол, ну, и я имею на это право. Все остальные, значит, это в следующий раз. Ура! Ура, ура, ура! Так, ну, не знаю, надо ли, но у меня сложилось вот после вот этого стряски, которые были и положительные, и большие эти эмоции у меня, и они почему-то сложились какими-то вот отрицательными эмоциями. У меня сложился кодекс, я не знаю, хотите вы его. У меня вот сложился кодекс вот вебинаровода, 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 вебинаровода. Вот, но он будет не такой, как вы хотите. Первое. Вебинары я провожу, потому что хочу получать удовольствие и получаю удовольствие. Вот, то есть, вам бы хотелось, что я провожу вебинары для вас, чтобы вы получили там знания, умения, советы. Вот нет, коллеги, нифига. Я провожу вебинары не для вас. Я провожу вебинары для себя, для того, чтобы получить самому удовольствие. И тут, парам-бам-бам-бам-бам, тем не менее, только тогда и вы получите все, что вы хотите. Вы получите обратную связь, вы получите эти вебинары, вы получите советы, алгоритмы, проверки всяких ваших результатов и все такое. То есть, на первом месте мое удовольствие, на втором месте ваше продвижение. Смотрите, если я не буду получать удовольствие, то тогда просто вебинаров и не будет. Ну, тут вообще все пункты, не знаю, нужны они вам или нет, тут у меня шесть пунктов, они все вам, вы все будете недовольны. Второй пункт у меня, это я вам ничего не должен, вы мне ничего не должны. Вот, то есть, это в шоке, да, вы думаете, что там, ту-ту-ты, вот нет, вот, в общем, это... Если бы у нас вы поступили в ВУЗ, я бы там, значит, был каким-то обязанным, то тогда может быть. А сейчас вот так вот. Вместо того, чтобы вас еще раз благодарить, коллеги, я вот вам говорю такую еще штуковину. Ну, тут есть еще пункты, но я их лучше не буду читать, потому что вам они еще больше не понравятся. Итак, мы, значит, все, вебинар закончили, победители у нас есть, девять человек, Людмила просто молодец, все ее поздравили, кто хотел. Читайте все, читайте все, прочитайте. А, коллеги, вы хотите, чтобы я прочитал еще эти пункты, которые... Ну, это я сегодня утром написал, в общем, и я, знаете, я их хотел написать как бы максимально честно для себя, вот, а потом подумал, а нужно ли это вам? Да-да, вот. Ну, и вот два пункта я вам сказал. То, первое, это мое удовольствие. И следующий неожиданный результат, что тогда и будет результат и для вас, если будет мое удовольствие. Второе, никто никому ничего не должен. Я вам ничего не должен, и вы мне ничего не должны. Поэтому я не могу требовать с вас домашние задания. И поэтому, коллеги, вы их и присылайте. Потому что нужно, чтобы желание сделать домашнее задание и прислать, это было не аналог вот той школы, вуза, вот тех вот всех мучений, что я, типа, там, эту курсовую буду писать в последнюю секунду перед сдачей. Вот. А чтобы это было у вас, что вот я хочу прорваться, и вот есть такой шанс сейчас послать там какому-то хмырю, кондрать его, возможно, он что-то скажет, ну, и черт с ним. Что-нибудь скажет, ну, хорошее – это хорошо, нехорошее – нехорошо. Чтобы было у вас желание это сделать. Если есть желание, коллеги, то и присылайте. И вообще, надо, наоборот, не ограничивать эти домашние задания. То есть, типа, проверяем только те два первых, которые пришлют. Все остальные не проверяем. Может, тогда, коллеги, и прислать будем. Ну, и если вы хотите, этот мой кодекс узловедов, третий пункт, и вообще самый плохой, коллеги, вообще, поэтому я не хотел читать. Я, звучит так, я главный. Коллеги, вот тут, на этом вебинаре, я главный. Поэтому, в общем-то, это и реализуется. Потому что, вот, что я хочу, то и говорю. А что я хочу, то вы и слушайте. Ну, и, соответственно, отсюда, кто не хочет, те уже и ушли. Поэтому остались те, кто хочет. Вот, следующий пункт. Я не лучше всех, и не знаю больше всех. Подавно. Я далеко не лучше всех, и далеко не лучше всех это знаю. Но, как я там написал, на безрыбье рабк рыба. То есть, вот, если уж ничего нет, то можно вот меня послушать. А с моей стороны придет тот человек, который хочет, вот, меня слушать. Он придет. Поэтому я не стремлюсь заткнуть за пояс всех профессоров. Вот, они, конечно, там, вот, их бесконечное количество, кстати. Вообще, практически бесконечное. То есть, их трудно сосчитать. Вот. И они специалисты по разным сделам. А я вот такой вот. Я вот не специалист, совсем не специалист. И, мало того, я вообще не специалист. Я вот практик. Поэтому, вот, хочу поделиться и делюсь тем, что хочу. Потом, не знаю, критика, не критика была. Было, что своеобразно, что там как-то уж не по теме, что отвлекается, что вот там как-то ведет так, не так, как вот надо. Вот, живое такое общение. Вот, я этим рад. Это еще один пункт. В общем, я вот так хочу. Вот такой вот кодекс я сегодня написал. После вот противоречивых чувств, после, ну, небольшой критики и очень больших похвальбы. Вот. Спасибо, коллеги. И вот. И я вместо этого, вместо того, чтобы вам говорить спасибо, 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 я вот написал такой странный кодекс, который по всем пунктам не тот, который вот надо бы говорить сейчас. Все. Кодекс закончили. Благодарны всем. Победитель, другие участники. Так.